Управляемость у него просто обалденная. Чего? Ну вот зачем ты виллу взял? Ты чё, ты, б***ь, ты скользал? Ну ж виллами сейчас трогает. Моя техника на денег стоит. Начал уже махать вокруг меня виллами. Ну что ж, поехали. Всем привет, ребята. Хоть и на дворе у нас август месяц, а точнее, конец август месяца, Я решил вам записать Видос про наши покатухи Да, надо было сделать этот раньше Но я, к сожалению, получил травму колена И это немножко сказалось на том Что я не мог вам снимать видосы Грубо говоря Сейчас я более-менее реабилитировался, восстановился И буду пилить вам классные видосы Чтобы много лишней информации вам не говорить Я прям сразу начну С покатушек И во время Своих, как сказать Покатух, я вам буду рассказывать Особенности этого мотоцикла Сам мотоцикл очень интересный Мне он очень понравился Я его не просто так выбрал И сейчас вам все расскажу Все, короче Нормальная проселочная дорога Справа поле, слева поле А вдали Кавказ Поехали, самый кайф Главное аккуратно Там скорость ни к чему Едем аккуратно Получаем кайф, удовольствие Вот, катимся вообще Так, там какая-то лужа я вижу Может через нее проехать Я не знаю Пачкать-то особ не хочется, если честно Ахрен с ним проехать Ты можешь там проехать А я люблю лужи Пролетели Вообще не почувствовали Там вот находится ферма Прикольные такие башни стоят Мы по ним лазили Потом попозже Я, может быть, даже когда буду ездить Я туда схожу Полазим Вот Советские старые фразы В общем, ферма осталась Прямо с подсоветского периода Это прикольно Мне она нравилась Я даже съемки какие-то вел в свое время Очень много Сейчас, к сожалению, туда зайти нельзя Там стоят камеры Вот и так далее Наша задача Так, камера снимает Наша задача Сейчас поехать туда И посмотреть, что там дальше Интересное Может какие-то поля сейчас увидим Мне нравится Чем мне нравится этот мотоцикл? Тем, что он реально Очень Ну, база короткая Почему я его взял, во-первых? Потому что база очень короткая И он очень легко управляется То есть он не тяжелый Вот Для подростков вообще идеальный вариант Я как будто еду на питбайке Так Ага Чем-то Юрий задел Чем-то мы задели Вот И управляемость у него просто обалденная Такое ощущение, что я еду на питбайке Тем не менее Он с ПТС Тем не менее Он Муноценный Мотоцикл Мотоцикл У которого есть И зеркала И поворотники И даже стопарь А если при желании Хочешь, можешь даже регистрационный знак себе пиндюрить Поэтому я думаю Это просто супераппарат Единственный минус, который я честно ощущаю Вот в этой модели Нет балансировочного вала Первое, что мне было непривычно Это то, что То, что тряска на руки передается немного Но это прям вообще К этому очень быстро привыкаешь Очень быстро привыкаешь Короче, мы решили отдохнуть Потому что Какой бы легкой дорога ни была Руки и ноги немножко устают Плюс я хочу вам немножко рассказать про сам этот стикл Короче, начнем Поехали Сейчас я вам расскажу про блок управления Он очень интересный Здесь у нас показывается только нейтраль Скорость вот один, два, три, четыре, пять Не показываются И тоже было непривычно Но потом я начал ездить Грубо говоря На пидбайке тоже не показывают ничего Но почему-то никто не жалуется Я поклацывал эти Правильно, давай Ну поклацывал Поездил я в свое время Попользовался И уже привык Я эти скорости уже просто Анитуционную включаю Есть такая кнопка Платная кнопка Это двиг-стоп Наш любимый Короче, если вот так вот нажимаешь Мотоцикл завести нельзя И я Дурак Случайно нажал ее ногой Или рукой, или коленкой Я не знаю, чем ее нажал Рукой, скорее всего Стою, пытаюсь завести Думаю, в чем делал А почему он не заводится Все нормально Ключ зажигания я вставил Кранник включил Все работает Свечник проверил Он не отсоединился В чем дело Бензин есть Кнопку просто случайно задел Так что, ребят, будьте внимательны Она реально Вот эта кнопка Прямо подставила меня сильно Самое главное Если вы хотите покататься С другом Лучше, конечно, с подругой Чем с другом С подругой Вот они, ножки заднего пассажира Кататься достаточно удобно И чтобы кто не говорил Вот я, кстати, очень любил Кататься с пассажиром Здесь я с пассажиркой С пассажиркой катался Мне было прям очень приятно Обычно ездить с пассажирами Ну, крайне, ну, не знаю Мне не нравится Неудобно Особенно по таким дорогам В смысле эндуро Нормально И багажник классный Можно с собой взять Какую-нибудь провизию Не знаю Покушать, поесть В путешествие какое-то маленькое Отправиться На рыбалку Там, короче Мне все нравится Сделан на цикл по уму Вот честно Я не буду сильно нахваливать Я там суперсильно Но сделали его по уму Я его не просто так выбрал Я выбирал среди Большого количества Рожных моделей Разных компаний Мне это больше понравилось К нам присоединились Еще, ребята Сейчас, я думаю Будет чуть поинтереснее В чем прикол кататься У нас в сельской местности Это то, что у нас Почти везде все катаются На эндуро На питбайках Это самая такая Спросовая техника В общем Погнали пока Я хоть и еду в защите Но никому Никогда не рекомендую Разгоняться По незнакомым дорогам Потому что Всякое может быть И выехать Неожиданно Машина Да-да Даже здесь Могут есть машины Допустим Какая-то яма Или канава Или клеят Камаза Всякое может быть Поэтому лучше проехать По незнакомой местности Один разочек Хотя бы Чтобы хоть как-то У нас был случай Буквально вчера Парнишку сбили на питбайке В поле Вы представьте Только в поле Реально сбили в поле Вот И он уехал С множественными переломами Опа Гора Так Не Нам Первый Залетел Как нихрин делать Ого Это уже интересно Нихрин Нас Пригибаемся Так Я лучше здесь Пойду Опа Ёлки-палки Как из низка Надо пригибаться Тихо-тихо Тихо-тихо-тихо С правой реки Слева берега Доехать Нихреная Не понимаю Я сейчас другой сниму У меня еще одна с собой ездит А еще одна камера? Где он едет? Нас не собьешь? Нет Куда он поедет-то? Куда он поедет-то? Он вот тут только что на заднем Знаешь, как хуярит там Главное, чтобы нас не врезался А где заднем? Ооооо! Господи! Ехай, 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 ну вот зачем ты виллы взял, я на *** снимаю, я на *** снимаю, я заявление тебе напишу, понял, если ты будешь виллу сейчас трогать, моя техника на денег стоит, культурно объясняй, дергай, не разговаривай так со мной, успокойтесь, можешь сказать, пожалуйста, ребят, уйди, у меня камера снимает, все твое, что ты делаешь, мне в рот, ***, ты виллы взял, я ехаю всю твою домовую книжку, дергай, ***, ты виллы взял, мы что-то тебе плохого сделали, сделали, что, потому что мы здесь, как, так объясни культурно, ***, ты взрослый человек, объясни культурно, ты пример для молодых людей, какой же, ***, пример своего вилла взял, зачем вы так делаете, мы не тупые, мы взрослые люди, скажи, знаю, я знаю, а ты меня знаешь, так со мной разговариваешь, ты меня знаешь, я показал тебе уже свое рыло, и не рыло, а лицо, между прочим, лицо, ты как разговариваешь, что мне, ***, внучков позвать, чтобы, есть кого позвать, поверьте, ***, их всех в рот, вот, общайтесь уважительно, а то я эти виллы, знаете, да, что я с ним сделаю, культурно, культурно, это моя техника, я на камеру снимаю, имейте ввиду, Да мне ***, твою камеру и тебя ввести, а я ***, понял, ***, чему ты сказал, ***, наш ***, ***, так со мной разговариваешь, ***, ты что *** сказал, ***, поганый, ***, дергай отсюда, придурок, я знаю, что я придурок, дергай, но оно и видно, и чтоб я тебя больше *** тут не видел, я просто из того, что у меня уважение к старшему, я тебе ничего делать не буду, поверь, ничего тебе делать не буду, у меня уважение к старшему, меня воспитали нормально, в отличие от тебя, ***, наглый, ***, погиб, ***, Вот такой, ребят, пример для молодежи, старое поколение, ребят, имейте ввиду. Короче, вот такая вот история, катались мы, уехали, это водоканал, да, у нас, Илюх, это водоканал, короче, мы катались, вышел дед, мы даже там не пробыли, наверное, пару минут, и нет бы адекватной реакции, ребят, пожалуйста, идите, вы мешаете спать моим детям, мне, там, если уж крайний случай, вот, и все, мы, почему будем препятствовать, мы тоже воспитанные люди, мы возьмем, уедем, скажем, хорошо, хорошо, всегда сохраняйте, какая ситуация не была, всегда сохраняйте себя человека, видите, как я с ним культурно сговорил, я его не тронул, я даже не прикоснулся к нему, я просто ему объяснил, что так со мной разговаривать не надо, не лицо, а рыло, он назвал мое лицо рылом, на мою семью затронул, если бы я ему не дал отпор, он стоял, видите, сначала у него агрессия была, вот, если бы я стоял и просто такой, все, все, дядечка, уйду, он еще больше бы проявлял свою агрессию, потому что он видел бы доминирование свое, а я показал ему культурно, я ему пояснил, что так лучше делать, так со мной лучше не разговаривать, если ты сейчас вилами будешь, ну, то есть мой байк, который я только недавно купил, сегодня вот зарегистрировал, просто имею в виду, что последствия будут, вот и все, блин, обидно, что такие люди сейчас встречаются, правда, очень обидно. Субтитры сделал DimaTorzok